Кроме трейнового датасета нам нужен будет отдельный validation датасет, то есть обычно, когда у нас есть какая-то задача машинного обучения, мы делим наш датасет на тренировочные данные, те, на которых мы будем тестироваться или валидироваться, и сетка обучается на тренировочных данных и, соответственно, валидируется на тех данных, которые она не видела. А здесь мы знаем, что тот закон природы, который сгенерировал наши данные, это функция синуса, поэтому мы возьмем валидационный датасет просто функцию синуса, не будем добавлять к ней никакого шума. Конечно, это не очень жизненно, потому что у вас никогда такого не будет, что ваши данные будут не зашумлены. Там всегда будет некоторый шум, но в нашем тренировочном примере мы возьмем в валидацию обычный синус. То есть создадим две переменные x-validation и y-validation, посмотрим, как выглядит график вот этой функции. Это обычный синус на точках, которые распределены просто равномерно от минус 10 до 10. Мы будем их передавать в сетку, соответственно, они должны быть правильной размерности. Это должен быть двумерный тензор, где каждая строчка соответствует одному элементу, одной точке. Делаем x-validation-squeeze1, y-validation-squeeze1.